Продолжаем. Нет, еще раз. Две висперийских истории на Терко-Люмерис рассказаны с разницей в год. Сразу в год выхода, то есть в 2008-м, выходит второй Радиант. Они сразу присоединяются к Эрхард в Граниде, как новые персонажи, как сейчас это происходит с Арайзом. Все. Это было 16 лет назад. Линия между Канонна и Юрия в Граниде началась 16 лет назад. 15 лет назад в свет вышла ее история, которая содрана через Нексуса. Потому что Коготь туда вломился, Коготь высунул Нексус на себя, потом заинтересовался оригиналом. Оригинал такой же точно, двойной. Видно, да? И фокус в том, что, да, они оба с осколком. Но Коготь, по большому счету, именно как протаг висперии проходить не имеет права. Он там не жил никогда. Он проходит наполовину через Нексуса. Но вот когда его реально заинтересовало, с Кого Нексус содран, тут начался уже, в общем-то, катастрофический просто капец, из-за которого закрыли Астерию. Потому что его интересует Королева, понимаете? Не он сам, его интересует Королева. Таймлайн фильма вообще в расчет не берем. По Астере это не канон. Вообще никуда. Здесь опять все переписано. То есть это просто, примите к сведению, это для тебя на ног нужно было. Понимаете, в чем прикол, да? Какая здесь хронология? Фестивали идут по земле. И летоисчисление Гесса, в принципе, тоже идет очень близко к нашему текущему современному времени. Это делают франшизы интересными и актуальными. Весперия, мать, годы, тара. Как франшизы. Тоже уже про это говорила. А вы меня все спрашиваете про какие-то игры, которые якобы каноны, якобы сейчас что-то с ними случилось. Боже мой. Он вот здесь прекрасно знает, что про него наляпана куча всякой хрени на земле. Они тут мерч обсуждали. И если вы думаете, что это по фану, а вот игры это серьезное, но вам в другую франшизу. Здесь вот это по фану. А вот это серьезное. То есть, еще раз, когда я говорю «королева», кого я имею в виду? Я имею в виду Астральную Венеру. Уникальное существо для Терка Люмерис. Видно, да? Совершенно уникальное. Мы смотрим не на то, каким шрифтом написано, а на цвет. Это да, это вам прямиком с загрузочного экрана игры. Благодарность за поддержку. Господи, далеко пойдем, конечно, мы с такими фанатами. Вот мне интересно, есть в Японии люди, которые до сих пор считают, что вот это Эрхард? Боюсь, что есть даже такие. В общем, все. Терноног свою функцию выполнил. Мы содрали с них очень много материала в наш архив сюда. Почему архив важен, в этом видео я не объясняю. Вы уже поняли, что автор здесь не за людей. Совершенно не за людей. И вот как Хейс читала историю Эвисперия, вот этой, так она, в принципе, и есть. То есть без протага вы получите именно вот такую историю, как ее считала Хейс. Историю мира берем. А люди ведутся на ее актерское мастерство 80 уровня и считают, что она такая же в касте. Когда они по бумажке. Ну, вы видели. На самом деле, что они из себя представляют в касте, это, конечно, страх, Господень. Надо что-то еще добавить? Гиас, как вы уже, наверное, поняли, про еще одну вариацию совершенно адского паразита на Земле. И никогда не было ни про что другое. И люди кричат, дайте нам Лелуша в части, которая не называется именем Лелуша вообще. Абсурд.